Она пережила множество трагедий в жизни, но ей удалось не сломаться и не бросить главное дело жизни – танец. Камерный театр «Чебоксар» приглашает посмотреть свою версию истории жизни всемирно известной балерины. Примера спектакля «Три жизни» Айсидора и Адункан уже сегодня о том, как жизнь, полную трагических событий, страстной любви и танца удалось уместить в одну постановку. Наталья Егорова. Абсолютный минимализм. Никаких декораций, только текст и пластика. Все внимание к действу, полная концентрация на личности Айсидора и Адункан. Режиссер Оксана Погребняк из Белгорода уже не впервые работает с актерами камерного театра. Она умеет быстро мобилизовать людей и сделать актуальный творческий проект. Спектакль был подготовлен за короткий срок. Ее личность, ее жизнь, история, судьба, которая очень подробно изучается в спектакле, это такой материал очень актуальный на сегодняшний день, потому как во многих женщинах эта история откликнется. Я не собираюсь учить вас танцам, я просто хочу научить вас летать, как птицы. Выражение, которое как нельзя лучше характеризует жизнь Айсидора и Адункан. Всегда на максимуме, всегда на пределе эмоций. Если чувства, то как в последний раз. Танец до изнеможения. Именно поэтому одной актрисе все периоды жизни балерины сложно было бы отобразить. А их условно можно разделить на три. Ирина Иванова представляет танцовщицу в зрелом возрасте. Не просто ей было справиться с пластической частью постановки. Актриса не танцующая, но и спектакль не про танец. Если зритель придет посмотреть на танцы современные, то здесь он особого танца не увидит. Но увидит историю ее сложной жизни, а также, конечно, пластические рисунки, пластическое решение спектакля. Про нее говорили, она может даже станцевать седьмую симфонию Бетховена и стихи Горация. Также и жила Айсидора Адункан вне рамок, вне устоявшихся канонов. Все актрисы перед началом работы на спектакле получили задание от режиссера. Не просто изучить биографию танцовщицы, а прочесть про нее книги, ознакомиться с ее образом в кинематографе. Мне особенно понравилось, что она была революционная для своего времени. Она была очень сильная женщина, которая не стояла за мужчиной, а шла сама вперед. Мне очень нравится вот эта внутренняя свобода Айсидоры, которую мне хочется тоже передать. И за счет этого, мне кажется, я сама становлюсь свободнее и добавляю в себе уверенности, что ли. Айсидора Адункан пережила множество трагедий, но ей удалось не сломаться и не бросить главное дело с жизни – танец. Насколько хорошо передана новая версия истории жизни великой танцовщицы актерами камерного театра – свой вердикт зрители вынесут уже сегодня. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.